Здравствуйте! Большая радость для меня в том, что есть возможность вложить свои силы, свою любовь и свое знание и незнание в то, чтобы дать вот этому свету нашего дорогого Баттера, его не только как человеку, а как явление в жизнь. Потому что он для меня, например, является большим свидетельством того, насколько человек может быть достойным, порядочным. Интересно, что в этом году больше присутствовало именно композиторов, нежели артистов. И из-за этого немножечко другой спектр. И приходилось мне в том числе делать немножечко акцент больше на деятельности композиторов, на объектах авторского права. Другое впечатление, иное. Очень интересно, сам прослушал все лекции, воспользуясь случаем с удовольствием, и присутствие таких мэтров, как Долер. Нам надо как бы узнать друг друга, чтобы мы могли общаться, говорить, понимая друг друга, о чем мы говорим, чтобы не получилось так, что мы начали говорить какие-то вещи. Есть какие-то у вас мысли? Что вы себе представляли, когда вот вы сюда направлялись? Это человек со светлой душой, который, возможно, станет моим наставником. Я очень сильно просил его, и я вас узнал. Я даже не знаю, то есть нам всем играть, петь, демонстрировать свои какие-то вещи. Я просто не знаю, насколько у вас есть опыт совместной игры. Из-за того, что у меня есть некий комплекс самозванца о том, что я не музыкант, я всегда боюсь нажимать на ноты, поэтому перед другими людьми, даже порой перед собой. А вот если у тебя, ну, как сегодня говорят, ты в потоке, ты в моменте, то... Я ни с кем не была знакома до этого. Ну, у нас, короче, получился джем. Именно получилось у нас слиться в звуке. Мне было очень интересно. Я впервые в такой обстановке, где очень много единомышленников, можно сказать, таких же людей, как я. Наверное, за последнее время еще не было настолько интересно участвовать в подобном процессе. Как будто хотелось много технических вопросов у вас спросить, а потом, кажется, уже можно и не спрашивать. Если хотите спрашивать, мне не хочется. Если мы с вами с научной точки зрения подойдем, что такое музыка? Музыка – это колебание воздуха, которое улавливает волосковыми клетками нашего внутреннего уха, которое реагирует на определенный диапазон частот и преобразовывает их в то, что мы называем музыкой. То есть музыка – это абсолютно физический процесс. Вот отдельно мы занимались с Антиаром Бетерековым. Он много чего посоветовал, слушал в нашей музыке. И, как-то можно сказать, он направил нас в нужное русло. Как я говорил ребятам неоднократно, что необходимо дружить с хорошими исполнителями, потому что, возможно, что через них будет выход на большую сцену. Необходимо постоянно совершенствоваться. Мой совет, наверное, постоянно пытаться выходить за рамки своей зоны комфорта. И тогда, возможно, получится открыть для себя какой-то новый мир. Для себя я разделил на две части. Один в одной я художник, другой ремесник. И в первой я там у меня какие-то внутренние свои переживания, какие-то свои личные вещи, которые я хотел высказать или показать, или поделиться. Разве это не странно, что они нанимают тебя как творческую единицу, им нравится то, что ты делаешь, как ты видишь этот мир, допустим, в картинке, а потом потакают тебе, типа, сделай тут так, сделай тут так. Пытался ли это ты изменить? Нужно всегда подчеркивать, кто вы, когда мы говорим про режиссеров. Почему этот стиль важен? Он важен не только режиссерам, но и всем, наверное, артистам, талантам. Это самое главное, ради чего вообще, то есть вокруг чего шоу-бизнес крутится. Как раз все было очень полезно, все, что мы слушали про то, как происходит дистрибьюция, как правильно подписать все эти там контракты с музыкантами и так далее. То есть это прям все то, что мне сейчас нужно. То, что мы как художники, как композиторы, как автора, мы абсолютно не думаем. И в точку попала, мне кажется, резиденция. В общем, вот, вышло какое-то видео, там миллион просмотров, 10 секунд из 10-минутного ролика, там твоя песня. Они приносят какую-то прибыль, но не вам. Да, это уже после договора не имеет смысла. Я что хотел спросить? Я прошу прощения, что я вам открыл. Нет, Федяна, по-другому начинаешь думать. А я к чему? Этот номер телефона с 98-го года я не могу никак поменять, потому что между нами, творческими людьми, его называют скорой юридической помощью по творческим вопросам. Ой-ой, вот это твое? Это мое. Сейчас мне интересно, наверное, именно писать за столом, выпускать это от своего имени в тихом, спокойном месте. Даже думал о том, чтобы уехать в свой родной город, в Костанае, и писать оттуда. И самое интересное всего это то, что я встретился с поколением людей, которые абсолютно лишены соперничества. Я абсолютно ни в одном из них не увидел, чтобы это кого-то волновало. Они просто праздновали вот это взаимное существование здесь. И это абсолютно не присуще моему поколению, потому что наши поколения, они все взаимодействовали на соперничестве. Кто лучше, кто быстрее, кто сильнее, кто чего-то достигнет. А тут вообще этого вопроса нет. Это очень красиво.